здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев приветствую всех на своем канале сегодня у меня опять посылка с китая на ощупь я определяю что это еще один пульт ко мне приехал потому как я заказывал для брата второй пульт предыдущий был не запакован я имею в виду в розничной такой упаковке это же вот так упакован но также как и предыдущий чтобы мне его проверить мне нужно поехать брату где есть приставка на который можно его проверить хорошо ли будет работать перепроверю все вот эта модель как вот тут написано модель а и 7 сразу сказали чтобы клавиатуры сзади не было было просто удобно и вот такая воздушная мышка чтобы вот так удобно было управлять тиви боксом так мы видим что вот тут есть кнопочка включения уже кнопки громкости воспроизведения столб это видимо для что-то какие-то кнопки для браузера это надо все попробовать ну вот такой аккуратненький пультик а и 7 мини хорошие на ощупь кнопочки приятные тут находится вот адаптер беспроводной адаптер и на две маленьких пальчиковых батарейки конечно вот этот в два раза стоит дороже чем вот этот посмотрим стоит ли это того и так выезжаю тестировать вот этот 3 а и 7 пульт и так продолжаем с пультом я приехал к приставке где подарил ее где она находится м8 с и будем проводить эксперимент с вот этим пультиком сейчас я его вытащу так сразу открываем вот этот адаптер беспроводной отсюда извлекаем а сюда вставляем две маленьких пальчиковых батарейки закрываем так вот он мигает уже синим диодиком ищет свой беспроводной адаптер сейчас адаптер подключу к приставку и будем экспериментировать так подключаю адаптер и так включил адаптер в приставочку вон сюда вот он торчит маленький и будем сейчас смотреть как хорошо этот пульт работает с телевизором а вернее с приставкой этой тебе бокс м8 с так переходим к телевизору так я уже в телевизоре вот сразу нашелся нашелся пультик этот сейчас мы посмотрим что за кнопки что за что отвечает это полностью вот эта кнопочка полностью отключение мышки пульта и дальше опять таки идет громкость увеличения и уменьшения это вот эти две кнопочки при каждом нажатии мигает вот этот синий диодик так следующая кнопка но это выключение давайте попробуем выключение до работает выключение приставка выключилась это первая кнопка которая отвечает за это но включаю приставку так приставка включилась дальше но эта кнопочка следующая будет отвечать за вас когда воспроизведение будет какой-то плеера пауза и продолжение воспроизведения эта кнопочка у нас домой возврат отовсюду давайте попробуем что-нибудь запустить примеру вот этот посту запускается браузер google браузер и давайте запускаем любой фильм все нормально отлично плавно работает то есть без никаких прерываний подвисаний например открываем файлы первый сезон оригинал и воспроизведение давайте сейчас вот как раз попробовать эту кнопку пауза да вот эта кнопочка отвечает за паузу и продолжение воспроизведения все так и есть все работает сейчас я попробую кнопочку экран и масштаб например масштаб 200 процентный ну в общем все полностью пульт работает и очень даже так хорошо работает кнопочка домой возврат полный возврат к лаунчеру в общем что хочу сказать пульт понравился пульт очень так стильно выглядит и очень так удобно лежит в руке в принципе все просто все гениально просто и удобно к вот этой воздушной так скажем мыши нужно конечно же привыкнуть скорость мыши выставляется в разделе языки ввод и в самом низу скорость указателя вот тут выставляется скорость указателя можно добавить и сразу отсюда но это очень быстро получается вот так в принципе хорошо получается нажимать окей выставляйте все под вас как вам больше нравится и так подключил я этот пульт и в приставку мы с q которая подключена как видите к обычному кинескоп нану телевизору и что хочу сказать отлично работает у меня спрашивали многие мои подписчики как эта приставка ведет себя с кинескопными телевизорами отлично на себя ведет и вот прекрасно работает значит адаптер беспроводной я уже подключил эту приставку и вот принципе даже не нужно калибровать очень просто все вводишь и мышка естественно параллельно указатель курсор водится единственное что или немножко как по мне быстро водится для этого как и в предыдущем пульте я перехожу в настройки язык и вот самом низу выставляю скорость указателя чуть-чуть медленнее ну примерно вот так нажимаю окей и принципе одно и нажатие кнопки возвращаясь сразу на главную страницу тиви бокса ну вот так отлично все стало медленнее и как бы как по мне четче то есть четче можно сразу запустить какое-нибудь приложение примеру вот youtube естественно воспроизводить его и возвращаемся резко домой с помощью пульта тут нужно немножко разобраться из вот этой кнопкой за что она отвечает ну кнопка домой кнопка отключения мыши то есть переходим в режим обычного пульта переходим по непосредственно самим приложением с помощью курсора будто тоже удобно и нужно громкость как я уже на предыдущем телевизоре показывал общем все работает я именно хотел показать вам что именно с этой приставкой этот пульт тоже хорошо работает и как говорится хорошо с ней подружился на этом все буду заканчивать всем спасибо за внимание с вами был дмитрий николаев подписывайтесь на канал ставьте лайки всего вам всем хорошего до скорых встреч